Здравствуйте, меня зовут Марина. Сегодня у нас прекрасный денек стоит на Кубани. Проходила мимо Магнит Косметик в пятницу. Сегодня 27 число, в сентябре месяц. И там акция минус 25% от полной суммы на косметику, парфюмерию, на декоративную косметику. Ну, естественно, кое-что по мелочи себе прикупила. Я ничего лишнего брать не стала, так как у меня всего предостаточно. Ну, дали мне новый каталожик 26 сентября по 23 октября он будет работать. Какой-то здесь еще 22 августа по 18 сентября. Магнит знаний притягивает классные призы. Не смотрела, как бы школьников у меня нет. Выгодные скидки 16 ап, это уже старая. Так, ну, вот такую штучку я взяла. Не знаю, нужно ли она мне или нет. Как бы соберите свою линейку посуды для запекания. Вот такую линейку надо собрать, купить со скидкой. Если вы насоберете здесь наклеечек, там 50-100 штук. Вот, видите, я уже 3 штуки сегодня наклеила, даже 4. Ну, единственное, что мне здесь нравится, если вы купите форму, что-то приобретете по акциям, то вам в подарок будет вот такая прикольная свинюха. Эти игрушки мне очень понравились, они такие классные. С удовольствием бы себе такую приобрела. Это символ 2019 года. Значит, специальная цена 119 рублей, либо 199, побольше хрюшка. Но это с условием, если вы что-то купите из этой коллекции по наклеечкам. Вот. Так что, если вам интересно, обратите внимание. Но я навряд ли столько насобираю, мне кажется. Да и посуда мне это не особо-то и нужна. Ну, быстренько покажу, что я купила. Вот такая бумага, сразу вам посоветуем. Вот, трапеза кубанская, рукав для запекания. Обалденная. Это не бумага, это рукав для запекания. 38 сантиметров он в ширину. То есть, это большой рукав, 5 метров. Там присутствуют завязки, все как положено. В нее просто влетает утка домашняя, крупные куры, либо там даже, может быть, я вот гуся, не знаю, как бы не запекала. Но вот так, у меня крупные вот такие очень коричневые утки домашние. Просто влетает хорошо. Поэтому постоянно беру. Но сейчас одну приходила, так как тащить нехудо было. Далее я опять по кухонной тематике там же купила вот такие лопаточки. Лопатки классные тем, что они из бука. А, кстати, 49 рублей. Вот такая рукава для запекания стоит. Обалденный который. Вот, по 13 рублей вот такие, значит, лопаточки из бука. Это мелочь, но она так необходима. Они быстро выходят из строя. Ну, не сильно быстро, но выходят из строя. И что мне нравится, они из бука, не береза. Вот, делает их, кстати, Беларусь. 13 рублей каждая. Я с запасом набралась. Взяла как-то в ленте по 14 рублей из березы. И, боже мой, она мне все с шубой пошла, еда прилипает. И вообще ужасное пользование. Вот, а эти гладенькие, ничего с ними не случится. Еще плюс мой совет, что если, допустим, когда она новенькая, помойте ее, высушите, пропитайте ее растительным маслом, и она вообще вам еще дольше прослужит. И высушите опять. Можно даже два раза пропитать растительным маслом. Я так доски деревянные пропитываю, и они дольше сужат, не впитывают в себя влагу, и не махарятся, ничего. А это вообще бук практически вечно. Будут работать они у вас. Также купила там вот такую щетку. Очень люблю вот эти щетки. Они прямо еще к советских времен. Делать их в Татарстан. Там даже такая татарочка изображена. Желтые и зеленые были. Взяла зелененькую. Но это у меня детская, как это называется, щетка массажная малютка. Они классные, они мягкие. Они очень хорошо прочесывают волосы, не дерут. Очень люблю. Вот у меня одна уже большая вышла из строя. Купила вторую большую. А там жесткая вот эта резина, и тоже дерет волосы. Блин, так неприятно. Но вот это прямо очень мягенькая. Мягенькая вот эта резинка, куда вставлены вот эти... Господи, гвоздики. Не знаю. Обычно, не знаю, я постоянно всю жизнь в советских времен пользуюсь, и буду пользоваться. Мне нравится. Лишь бы их еще продавали. Именно вот мягкие, чтобы они были. И стоит она 69 рублей, такая штучка. Ну, как же. Воспользовалась, конечно, скидкой. 25% это здорово. Купила сразу две пудры себе. Они и так были дешевые. Там что-то 110 или 120 рублей штучка. Не помню. Со скидки вышли мне каждая аж по... Сейчас прям скажу. Короче, по 82 рубля вышла мне каждая пудра. Одну можно держать дома, другую можно отнести на работу. Это старый вариант Жан-Мишельевской пудры. Это уже обновленная версия. Естественно, к ним такие коробочки. У меня было заследировано. Мне прям там в магазине сняли следу, чтобы я могла выбрать цвет. И вот более новая коробочка уже Жан-Мишель. Вот. И пользуюсь разными пудрами. Я непривередливая. Покупала и дорогие, и средние. Ценовую категорию. И бюджетные. Даже китайские за 105 рублей брала в каком-то магазине. Боже мой. И идеально. Даже китайская пудра на мне идеально ложится. Не скатывается. Ничего. Невидимые они все на лице. Нет такого, чтобы я ходила и эта пудра светилась. Мне кажется, уже такие просто не выпускают. То есть, я не вижу разницы между дорогой пудрой и дешевой. И не чувствую. И никаких обсыпаний у меня нет. Прекрасно она держится. Я пользуюсь пудрой и летом, и зимой. То есть, круглый год. Тональниками я пользуюсь редко. А пудра у меня это самое основное. И они все прекрасно ложатся. Все маскируют на крем дневной. И не знаю. Короче, пудру я люблю. Естественно, я здесь штуки взяла. По 15 грамм они по весу. И как они выглядят, вам покажу. Вот я их открыла. Старая версия. Наверное, многие уже знают. Вот такая крышечка. Здесь уже зеркальце идет. В новой версии. Тон один чуть в розовинку, друг в коричневинку. Для меня это несущественная разница. В принципе, они похожи. Там разных тонов и темных и светлых. Выбор у нас в магазине есть. Думаю, что у вас тоже. Вот так они выглядят. То есть, они имеют два отсека. Здесь сверху зеркальца нет. Но оно есть вот здесь, внизу. Вот оно. Что тоже очень удобно. Кстати, в старой версии мне меньше понравилась. Вот эта губочка. Новая она лучше, качественнее. Кстати, вот именно в этой квадратной коробочке. Вот так она выглядит. Здесь губочка лучше, плотнее, более жестче. И прямо, мне кажется, классная будет. Ну, и зеркальца там уже в самой пудренице. Они в отдельной ячейке. Так что прикольные пудры по 15 грамм. Думаю, мне хватит на не знаю, на сколько времени. Конечно, я приобрела парфюм. Крутилась-крутилась около парфюма. Скидки привлекают. 25% ну, я выбрала бюджетную версию от Genty. Взяла две парфюмированные воды. Именно, это наше российское производство. Именно парфюмированные воды. Genty La Femme of Blanc. И Genty La Femme of Rose. 40 мл каждая водичка. Вот так флакончик должен выглядеть внутри. Город Дедовский выпускает. Вот. В Литуале единственная российская фирма. Это именно Genty. Там присутствует. Больше никаких фирм там нет. Также, я знаю, что Genty еще есть в Золотом Яблоке, в Ленте. Также их водички презентуются. Ну, и магнит косметики. Большая достаточно линейка их парфюмов и туалетных вод. Ну, вот так вытащила я водичку. Вот такой симпатичный флакончик, кстати, мне понравился. Лаконичный, но милый. Это у нас Femme of Blanc. Наверное, правильный. Может быть, неправильно читаю. Но вы меня сильно не слушаете. И здесь такой милый флакон. Вот так вот он выглядит. Толстая донышко. Буквки напечатаны золотым. И он такой слегка, нежно-фиолетового оттенка. Крышечка пластиковая. Такая в виде бочоночка прикольная. Держится плотненько. Все хорошо выглядит. Пахнет с лакона. И там у нас, естественно, были тестеры в магазине этих водичек. Без крышечек они там присутствовали. И аромат мне, кстати, очень понравился. Этим и зацепил аромат меня. Вот. И, естественно, я взяла быстренько их. Фиолетовая водичка. Вот эта Blanc. Она очень похожа. Сразу скажу, аналог. Марин де Бурбон. Классическая версия. Это которая широкая такая, очень... Ну, типа юбки такой. Флакон матовый. И там такая либо талия, либо такая корона. Ну, классическая версия Марии де Бурбон. Ну, та 90-х годов. Тот парфюм. Он более тяжелый. Очень насыщенный. Очень сладкий такой достаточно. А эта версия очень легкая, приятная. Вот она не дешевая. Она не компотная совершенно, как, допустим, дешевенькие там Каролины всякие там принцессы идут. У меня, кстати, есть как домашний парфюмчик, так дома на халатик брызнуть в огород. Вот, как бы, ну и все. Ну, и либо даже туалет нужно побрызгать. Ну, не носить у люди. Это именно парфюмированная вода. Это не туалетная вода. Она концентрированная. Но она нежная, приятная. Направление Марии де Бурбон даже очень похоже. Я тут взяла блотер Марины. Там же в магазине. Вспомнить. И они прям очень-очень сильно похожи. Очень. Только она более яркая, концентрированная, насыщенная, фруктовая очень сильно. А эта водичка более такая нежная, более современная, осовремененная. Тоненькая такая, приятная. И хочу сказать, что как минимум она средней стойкости. Эта средняя стойкость ей обеспечена. Это чувствуется по аромату. Я ее не носила, конечно. Только купила, принесла, раскрыла. Ну, ароматик очень приятный. Девочки, если вам интересно, обратите внимание, послушайте магнит косметик, либо еще где-то. Ну, в интернете я отзывы ничего не нашла на эту воду, так как думаю, что это новинка этой фирмы. Вот. И еще я была в трех магазинах магнит косметик. И водичка была. Это представлено только в одном магазине с тестерами. В других магазинах ее просто и духу даже не было. То есть, это еще не в каждом магните она будет стоять. Так, ну, вторая водичка. Это у нас FMO Rose. Тоже, ну, это видите, уже такая более темная водичка. Это такая прозрачная с фиолетовым оттенком. А это уже такая более густая, более такая тоже, такой же флакон красивый. Но не смогла я не купить. Мне прям очень понравился. Аромат очень такой вкусный, повседневный. Он такой даже слегка праздничный. Ну, хотя я буду носить, допустим, каждый день. На каждый день у меня пойдет. Аромат очень хороший. Он, сразу могу сказать, что он такой цветочный. Вот я на бутер нанесла. Ой, очень вкусненький. Но стоит, да, стоит дешевле, дороже своей цены однозначно. Кстати, стоят в магазине эти воды, это тут по 40 миллилитров парфюмерная вода. Стоят они 419 рублей. Со скидкой мне вышли в 314 рублей, по-моему, так. Ну, да, в 314 рублей каждая. Поэтому очень хорошая цена для такой воды. Просто прекрасная. Девочки, понюхайте. Вот это прям такая достаточно жизнерадостная, яркая, цветочная. С легкими-легкими какими-то фруктиками отдает. Немножечко еле-еле там, возможно, даже почульки, либо ванилька там есть. Ну, не знаю, мне нравится, поэтому буду разнашивать. Стойкость однозначно средняя у нее будет, не меньше. Ну, больше не знаю, будет или нет. Так что, если вам интересно, обратите внимание. Ну, в принципе, и все, и все мои покупки. Спасибо за просмотр. Всем до свидания. Всем пока.